Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск телевизионного дискуссионного клуба Казанского федерального университета. Я по-прежнему ведущий этого клуба Юрий Алаев. Как, наверное, многие знают, если не знают, я сейчас вас проинформирую, 8 сентября текущего года в стране так называемый единый день голосования. Избиратели, то есть граждане Российской Федерации, должны будут выбрать глав 18 субъектов Федерации, правда на самом деле 16, потому что в двух субъектах будет не прямое голосование, а будут голосовать в законодательные собрания за руководителей регионов. Ну и также там дополнительные выборы в Госдуму и в ряде субъектов, в 13 точнее, состоятся выборы в законодательные собрания. Примителен к Татарстану это выборы в Государственный совет Республики Татарстан. И вот, что мы имеем на сегодняшний день, можно ли говорить о том, что картина будет отличаться, картина настроений избирателей, картина настроений и устремлений представителей политических партий от того, что было, скажем, на предыдущих выборах. Словом, вот пейзаж перед битвой, назовем это так, если, конечно, можно говорить о битве предвыборного Республики Татарстан. И попробуем обсудить эту ситуацию, чего ждать, к чему готовиться и к чему готовятся те, кто вознамерится занять свои места в новом составе Республиканского парламента. В качестве экспертов у нас сегодня три уважаемых профессора. Начнем, Мария Юрьевна, с вас. Профессор кафедры общей этнической социологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, доктор социологических наук Мария Юрьевна Ефлова. Поприветствуйте, пожалуйста. Спасибо. Заведующий кафедрой конфликтологии того же Института Казанского философского университета, доктор политических наук Андрей Георгиевич Большаков, наш постоянный эксперт и профессор кафедры политологии того же Института КФУ и профессор кафедры КНИТУ, да, научного... Казанского национального исследовательского технологического университета. Прекрасно. Сергей Алексеевич Сергеев. Сергей Алексеевич, извините, что я немножко замешкался с названием вашего вуза. Я думаю, что это не самое главное. Для начала два слова о процедурах. Вы знаете, да, что выборы и вообще политическая борьба должна основываться на процедурах. И, в общем, так оно и есть. По сравнению с предыдущими выборами, если я где-то ошибусь, уважаемые эксперты, и, кстати сказать, студенты, которые здесь присутствуют, политологи, поправьте меня. Если не ошибусь, значит, пойдем дальше. По сравнению с предыдущими выборами отменены так называемые открепительные талоны, да, или удостоверения. То есть, если раньше можно было взять это открепительное удостоверение и проголосовать не по месту регистрации или по месту прописки, как говорят, то сейчас эта лазеечка или этот вариант перераспределения мест избирателей, он исключен. Норма действует в Татарстане и на федеральном уровне. Что касается состава, так же, как и в прошлый раз, это будет 100 человек. И точно так же состав парламента Татарстана будет формироваться по смешанной системе. 50%, то есть половина мест, это партийные списки, и половина мест, 50%, это так называемые одномандатники. А в идеале это люди, которые вот они делают ставку на себя, надеются на себя, это яркие личности, они выдвигаются по какому-то избирательному округу и борются с другими такими же харизматичными политическими деятелями. Сегодняшний состав Госсовета на всякий случай, да, порог прохождения по партийным спискам 7%. Да, во времена президентства Медведева он каким-то образом был снижен до 5%, но порядок вернулся. 7% понятно, что отсекаются, маргинальные какие-то политические образования. Два слова буквально о сегодняшнем составе Госсовета. Это информация, как говаривали в стародавнем времена, к размышлению. Может быть, кому-то она покажется интересной. Но сегодня в Госсовете, Республика Татарстана, она должна быть интересна еще и потому, что мы должны понимать, кто и за что будет бороться. Из 100 человек, 47 плюс 46 это 93, так вот 93 депутата Государственного Совета Республики Татарстана на сегодняшний день, это представители партии Единая Россия. 7 человек это все остальные. Трое беспартийных, один представитель ЛДПР и три человека, которые образовали фракцию, это представители КПРФ, Коммунистической партии Российской Федерации. Все. Если кому-то интересно, могу сообщить, что 69 татар заседает в Госсовете, 30 русских и 1 еврей. Ну, во всяком случае, по паспорту так. Вот на этом вводная статистическая часть у меня закончена. И давайте, если вы не возражаете, перейдем к первому вопросу. Этот вопрос я адресую всем троим присутствующим экспертам. Ну, давайте, может быть, с вас, Андрей Георгиевич, по традиции уже так вот пойдем по линеечке. Как вам этот расклад? Насколько состав Госсовета, сразу два вопроса я задам, может измениться? Я только что его назвал, да? По любым признакам, там, по партийному, по этническому, по возрастному. Ну, возможно, потому что там назревает уже какое-то обновление, достаточно много лиц пенсионного и глубоко пенсионного возраста в нынешнем составе Госсовета. Вот примерно с этого. Как на ваш взгляд и по оценке тех специалистов, социологов, которые, насколько я понимаю, периодически или постоянно мониторят ситуацию, какова картина, как бы вы ее охарактеризовали? Ну, здесь, наверное, несколько основных моментов можно проинтерпретировать. Первый момент связан с тем, что население пока особенно не нацелено на эти выборы. Это очень четко видно из данных исследований. Вот наши первые замеры по традиционному мониторингу данной, которые я все время привожу, вот в том числе и здесь, в ваших передачах, мы видим такую картину, что пока в основном люди переспрашивают. Это видно и при проведении качественных исследований, что действительно выборы будут в этом году, а когда они будут. И то, что вы сегодня обозначили дату 8 сентября, это уже хорошо. Поэтому я думаю, что мы можем всех позвать на эти выборы, потому что если граждане участвуют в выборах, это, наверное, нормально. И смена, скажем, каких-то политических партий у власти, появление новых каких-то фигур, появление новых кандидатов-одномандатников, более молодых депутатов и так далее и тому подобное, оно, возможно, если будет достаточно активное голосование граждан. Тенденции, ну, пока, значит, трудно говорить, потому что все идет на уровне прогноза. Прогнозы имеют такую специфику, что не всегда они оправдываются. Поэтому я скажу так, что, скорее всего, вот бурную деятельность различных политических партий и людей, которые называют себя политическими лидерами, мы увидим летом с перерывом по, опять же, моим предположениям, да, где-то на июль месяц, потому что традиционный такой для большинства месяцев отпусков. Вот, ну, наверное, вот август, отчасти, может быть, июнь, они будут достаточно жаркими. Сейчас пока с позиции начала апреля месяца, ну, так не представляется возможным. Что касается возможных изменений, я думаю, что изменения идут во всей Российской Федерации, они, безусловно, затрагивают ее регионы, и я думаю, что затронут и наш Государственный Совет. Но на сегодня, исходя из данных социологических исследований, исходя из рейтингов, из антирейтингов партии, рискну предположить такие вещи, что количество членов Единой России, составляющей местный региональный парламент, наверное, в целом уменьшится, значит, 93 человека из 100, ну, это огромный, да, процент, да, если брать здесь прямую, то 93 процента, да, ну, понятно, что такой процент, наверное, Единая Россия в нынешней ситуации сохранить не сможет, но при этом, мне кажется, что большинство останется депутатов, именно представляющих нашу ведущую партию Единая Россия. Что касается тех партий, которые смогут увеличить количество депутатов, представляющих, я думаю, можно назвать с уверенностью коммунистическую партию Российской Федерации. Вот она сейчас, по данным наших исследований, до четверти, значит, голосов электората забирает на уровне республики Татарстан. Все, конечно, может измениться, но я думаю, что в количественном отношении коммунисты явно пополнят свои ряды. Ну и достаточно такое пока плачевное состояние местных отделений справедливой России ЛДПР. Очень трудно о них судить, потому что по данным исследований, значит, цифры колеблются от 3 до 7 процентов, но мы знаем, что фактически эти две партии, вот в их отделении, которые здесь находятся в Татарстане, находятся в разобранном состоянии, и мне кажется, пока политические перспективы не ясны. Может быть, что-то внесет здесь сама избирательная кампания, но вот на апрель месяце это достаточно непонятно. Ну, рискну предположить, что может увеличиться количество людей, которые будут себя называть независимыми депутатами. Это сейчас очень модно представляться именно независимыми политиками, независимыми лидерами. Что касается партии, которые мы не можем назвать парламентскими, они не имеют членства в парламенте, как на федеральном, так и на федеральном уровне, и перенести эту ситуацию на уровень региональный, то я, честно говоря, в Татарстане пока на сегодняшний момент не вижу тех групп, которые могут выстрелить. Но мы знаем, что в отдельных регионах выстреливают патриоты России, яблоко иногда. Можно такую группу назвать, как Родина. В некоторых, опять же, регионах, в некоторых субъектах федерации... Родина еще жива? Жива. Как политическая партия. Как политическая партия существует, но там тоже свои процессы идут. И я думаю, что на уровне Татарстана таких выстрелов пока ожидать очень сложно. Поэтому в большинстве своем процессы достаточно стабильные, но изменения, которые затрагивают всю страну, они, безусловно, затронут и Татарстан. Ну, вот это, наверное, самые общие вещи. Спасибо, Илья Ильич. Мария, добавите что-то? Ну, мне, наверное, имеет смысл добавить только в отношении избирателей что-то, потому что по политической картине очень подробно нам осветил сейчас Андрей Георгиевич. Что касается избирателей, 6 месяцев до выборов это очень огромный срок. То есть, естественно, если сейчас спрашивать жителей республики, то он, естественно, и не в курсе, что будут выборы и как проходят голосования. То есть, я думаю, что последний месяц только будет какая-то активизация. Имеет смысл, наверное, показать слайд, который я приготовила, чтобы продемонстрировать как раз то, о чем идет речь. Готовы показать бы слайд? Да. То есть, это индекс одобрения. Индекс одобрения, чтобы мы немножко порассуждали по результатам социологических исследований. Это исследование было проведено Всероссийским центром изучения общественного мнения по репрезентативной выборке. Это динамика одобрения государственных институтов. И тут мы сможем увидеть, что индекс одобрения за последний год очень упал. От 70% президента российского и ниже к 40% и значительно упал индекс одобрения, как и Государственной Думы. Я считаю, что примерно такая же картина в целом по отношению к государственным институтам, по всем субъектам Российской Федерации. То есть, соответственно, гражданская активность, она несколько снижена, потому что нет доверия основным государственным институтам. Вот это очень интересный момент вы затронули. Я, может быть, попрошу и вас немножко на нем подробнее остановиться, и, Сергей Алексеевич, в вас включиться. Смотрите, вот из того анализа, который сейчас предложил нам Андрей Георгиевич, можно сделать вывод, что особая ситуация по партийной доминированию, ну, 93% единороссов в парламенте, это, конечно, с любой точки зрения, ну, моветон, да, по нынешним временам. Это касается Татарстана, 25% КПРФ, вы сказали, да, Андрей Георгиевич может набрать, или это тенденция, так называемая, общего поливения, причем не только в регионах России, но и в некоторых других странах, или это прямое следствие, вот о чем сейчас Мария Юрьевна говорила, я немножко конкретизирую, понятно, почему, да, начали падать, потому что 5 лет мы теряем население в уровень доходов, тут подоспела пресловутая пенсионная реформа, и как-то все это, эффект Крым наш уже нивелировался, он отошелся, ушелся с аванссцены. Вот просто немножко детализировать, что, какие моменты, потому что это очень важно, ведь будет для тех, кто попытается войти с какими-то лозунгами, с какими-то встречами с избирателем, на что делать акцент, что и почему, вот, ну, хорошо снизился, упал рейтинг, три видимых причины мы показываем, насколько за этим стоит, вот, даже не знаю, как бы это назвать помягче, назовем это так, неуклюжее решение, да, президента и правительства, поднять возраст выхода на пенсию, я вот только на одном аспекте остановлюсь, или это, ну, такой триггер, но на самом деле это общая тенденция, вот, возникновение, так называемой антистеблишментной волны и общего поливения, да, политического, такая смена спектра. Скажете, Сергей Алексеевич? А, да, ну, поскольку-постольку слова уже пенсионная реформа здесь прозвучали, хотя наш человек, российский человек, от слова реформа, наверное, периодически вздрагивает и съеживается. Без определения пенсионная даже, да? Да, без определения пенсионная, и как, и понятно почему. Я думаю, что вот как раз летняя, так сказать, летняя пенсионная реформа, по поводу которой мы как раз с вами беседовали, это одно из весьма значительных событий, которое определяет, как вот мы здесь вначале говорили, фон перед битвой. Все политические институты, не исключая, в общем-то, и президенты России, не исключая Госдуму, не исключая Госсовет, они теряют свою, так или иначе, популярность. Поэтому, кстати, это одна, кстати, из парадоксальных причин, почему не стоит ждать каких-то серьезных изменений, изменения будут, но не думаю, что будут они существенные в составе Госсовета Татарстана. Слушайте, это надо пояснить. А зачем голосовать за тот институт, за депутатов, за представителей, которые будут работать в том институте, рейтинг которого падает, авторитет которого падает? Если, так сказать, у людей есть надежда, что вот институт, как вы понимаете, вот в свое время, как съезд народных депутатов 1989 года может что-то изменить, вот тогда бы выстроились, конечно, очереди к избирательным кабинкам. А если это то же самое, и там те же самые люди, слегка, так сказать, перемешанные, измененные, разбавленные, ну что же тут, собственно говоря, за что биться и за что умирать? Вот. Это первое, так сказать, парадоксальное обстоятельство, то есть, что именно, так сказать, растущее, но пока еще скрытое такое недовольство значительной части граждан, значительной части избирателей, оно как раз может, так сказать, ну притормаживать некоторые изменения. Но в Татарстане есть и своя определенная специфика. И вот именно, может быть, в последние месяцы два этих момента, на которых я хотел бы сейчас заострить внимание, они выходят на первый план. Это проблема аварийщиков и проблема мусоросжигательного завода, как иногда говорят, так сказать, с некоторым сарказмом, мусоросжирательного завода. Вот. То есть, обе эти проблемы, это потенциально бомбы, которые могут взорвать политическую ситуацию. Ну, я не думаю, что так будет, но потенциально в другой, скажем, ситуации с более активной политической оппозицией, с более активными независимыми СМИ, это могло бы быть бомбой. Что такое, так сказать, аварийщики? Кто такие? Ну, вообще, в советские времена аварийщиками называли тех, кто совершил аварии. Но аварийщики – это жители аварийного жилья в Зеленодольске, в других городах республики, которые, в общем-то, может быть, и не совсем такое аварийное. И, может быть, и мы живем в жилье, которое, там, плюс-минус, оно, может быть, немного, так сказать, этому жилью уступает. Просто потребовалось администрации расчистить территорию. Ну, подобные вещи бывают. Но, так сказать, ужас ситуации в том, что людям платят 11 тысяч рублей с копейками за квадратный метр. И за эти суммы, так сказать, никакого приличного жилья не в Зеленодольске, нигде в другом городе Татарстана и мало в каком городе России можно купить что-то приличное. То есть, людям нужно брать ипотеку, а там есть, так сказать, 90-летние пенсионеры. И людям надо брать социальную ипотеку или просто, так сказать, выметаться на улицу. Поэтому, ну, как всегда, по российскому обычаю люди ждали до последнего. И когда уже к ним пришли приставы, вот последние месяцы, они развили достаточно большую социальную активность, встретились с представителем Совета по правам человека по президенту России и выяснилось, что, оказывается, федеральные деньги пришли, а республика деньги на выкуп этого аварийного жилья, на компенсацию за это аварийное жилье, она как бы не дала. Где деньги? А вызова посадили за 4 миллиарда. У нас 4 миллиарда эти исчезли. И как бы, вот смотрим, а где они? Может, они здесь? Может, они там? А никто не знает, где 4 миллиарда? А может, и не было этих 4 миллиарда? Может, мальчика-то и не было? Я понимаю, что это похоже на какой-то фарс, но дело в том, что то, что происходит, это тоже похоже на какой-то дурной фарс. И, в общем-то, властям республики, я думаю, они обойдутся без моих советов. Но, тем не менее, чтобы потенциально большой скандал перед выборами, так сказать, элиминировать, скажем так, нужно эту проблему решить и либо оставить людей с их «аварийным», в кавычках, может быть, жильем в покое, либо дать такую сумму, как в той восточной сказке, сколько тебе заплатят там, столько, сколько ты будешь доволен, вот столько, так сказать, сколько они, так сказать, будут довольны. Это первое. Ну и что касается этого завода, потому что, ну, там будут фильтры, это далеко от нас, и, может быть, так сказать, до нас этот пепел ядовитый не долетит. Ну, в общем, это тоже самая настоящая химическая бомба замедленного действия под Казанью. Ну, если нельзя без этого завода обойтись, ну, поставьте место трех фильтров 13, потому что на том заводе, где, по-моему, был недавно наш президент Мениханов, там 13 фильтров, а у нас планирует то ли три, то ли четыре, вот. Ну, в принципе-то количество фильтров, это вещь такая, она регулируемая, можно поставить и еще, вот. Или тогда отодвиньте от его отказания километров там на 20-25. Об этом, кстати, говорила фракция коммунистов в госсовете, но ее воспринимают иногда заявление, как заявление мальчиков в розовых штанишках или там маменькиных революционеров. Оппозиционеров. И, в общем, подобное презрение, свойственное российскому, а еще раньше советскому эстеблишменту по отношению к оппозиции, оно может, в принципе, обойтись достаточно дорого. Потому что есть еще один фактор, четвертый, это смарт-вотинг, это умное голосование, которое предложил человек, если вы не вырежете этот эпизод, я назову его фамилию, это предложил Алексей Навальный, голосуйте, так сказать, за всех, кто вам кажется более-менее приличным, кроме депутатов Единой России. Это такая модель анти-антипроцессного голосования. Еще один такой, в общем-то, фарс, который может быть, что мы можем представить себе депутатов, которые, так сказать, всеми руками и ногами, нет, не надо, не голосуйте за нас, не голосуйте, голосуйте за Единую Россию. Нет, мы проголосуем за вас, за ЛДПР, за Справедливую Россию или за партию, там черт знает как называется, но мы проголосуем за это. Большое спасибо за ваше высказывание, за ваш анализ. Вот профессор Сергеев сейчас, с моей точки зрения, предстал в двух ипостасях. И как политолог, да, и как избиратель, причем оппозиционно настроенный избиратель. Я занимался в свое время и занимаюсь так или иначе оппозицией, этому была посвящена моя работа, так что тут, я думаю, неудивительно. То есть, это вполне вписывается в круг ваших научных интересов, а не только эмоциональных. Это стопроцентно вписывается в круг моих интересов. Все понятно, спасибо за это уточнение, но я хотел бы просто не в порядке дискуссии. Ну, там есть, конечно, моменты с этими деньгами, которые якобы пришли из федерального центра. Это еще надо посмотреть. Здесь, я просто поправлю, видимо, я не точно выразился. Те деньги, которые из федерального центра пришли, их раздали. Но финансирование переселения из федерального жилья должно было быть на паритетных началах республикой. То есть, федеральный центр свою долю выполнил. Ну, 300 миллионов, на самом деле. А республика, вот куда-то затерялись эти деньги, а может, их и не было. Это вот очень интересная штука. Насчет трех или тринадцати фильтров, это отдельная, конечно, песня. Я думаю, коллеги ваши из технологического университета может быть даже и улыбнуться. Не все так просто. Это же не на бутылку с водой. Некоторые коллеги из технологического университета как раз делали экспертизу, которая сочла этот завод безоговорочно вредным. Ну, это не относится к количеству фильтров. Ну, это одна из деталей. Одна из деталей, да. У меня, я тоже поставил на кофемашину два больших, хороших фильтра. У меня жена их повыкидывала. И поставила вот такую вот, как бы охарактеризовать, ну, пипетку, да, мягче скажем, да, можно и грубее. Я зачем-то это сделал. Она говорит, да мне чуть-чуть не нравится, медленно течет. Вот я вас уверяю, в условиях реально действующего производства, какие бы вы технологии не забахали, если полупьяный дядя Вася, там, слесарь или техник, смотритель, там, какой-то придет, и скажут, да че-то не... 13 фильтров, 15 фильтров, есть жизнь на Марсе, нет жизнь, понимаете? И получается, чем нобыль. Это наша действительность. Это первый момент. Второй момент, вы очень диалектически высказались. Вы начали с того, что настроение апатии, которое, с вашей точки зрения, охватило уже, или все больше охватывает наше общество, парадоксальным образом, я правильно вас цитирую, может привести к тому, что, ну, люди проголосуют примерно за... или вообще не придут голосовать. И, соответственно, та колода, которая сейчас тасуется, она окажется в выигрыше. Да? А закончили тем, что смарт-голосование и такие штуки, которые со скоростью степного пожара могут распространиться, приведут к тому, что все придут и все опрокинут. Это очень диалектическое высказывание, понимаете? Все-таки начнем с депрессивной части, да, с депрессивной оценки. Точно так же апатия наблюдалась и на выборах пять лет назад, и в нашей республике, и в не нашей республике, и по всей России, да, необъятный, большой, могучий, как некоторые до сих пор говорят. И вдруг, как черт из табакерки, один за одним губернаторские выборы 18-го года, четыре региона, и Единая Россия терпит в каком-то смысле унизительное поражение. Это подкрепляет ваш завершающий тезис вот этого выступления. Но оно, мне кажется, опровергает, что там случилось. Там не было никакого Навального, никакого смарт-голосования. Люди пришли и опрокинули губернаторов, ставленников Единой России. Вопрос опять ко всем экспертам. С вашей точки зрения, каким-то образом, на ментальном уровне, на психологическом уровне, я имею в виду сейчас избирателя, да, вот на избирателя, то, что на власть это не подействовало, можно сделать вывод из высказывания Сергея Алексеевича. Ну, на самом деле, ну, надо же быть уж таким управленцем, да, в кавычках хорошим, чтобы додуматься вот по тому же Зеленодольску или по Альметьевску, там, предложить по 11 тысяч за квадратный метр, возьми и иди, покупай себе жилье. Это же кое-что говорит о качестве управления, да, о состоянии мозгов тех людей, которые такие решения вырабатывают и принимают. Но, если вернуться вот к этой ситуации с четырьмя регионами, где единороссы уступили, где-то ЛДПРовцам в одном случае, в одном случае коммунисту, в одном случае вообще непонятно кому, да, Фургал, а Фургал, по-моему, тоже ЛДПР представлял. Так вот, на любом уровне, на психологическом, там, на сознательном, на бессознательном, с вашей точки зрения, уважаемые эксперты, вот этот опыт, сам факт, что вот это случилось, а мы еще можем добавить домохозяйку 26-летнюю, которая стала мером Устилимска, это свежак уже, свежий кейс, да, этого года, мартовский, если мне память не изменяет, это может как-то повлиять на, не знаю, на намерение, на действия татарстанских избирателей? Одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса. Этот опыт может чему-то научить или уже чему-то научил представители доминирующей партии или партии власти? Давайте теперь в эту сторону пойдем. Продолжайте, Сергей Алексеевич. Вот относительно того, чего научил или нет, это, наверное, надо спросить у представителей власти, честно говоря. Но вы же за ними посматриваете, я же знаю. Вот, что касается, допустим, администрации Кириенко, достаточно открытой, я думаю, что они вот эти четыре случая изучили вдоль и поперек, там, до каждого участка, вот, и сделали определенные выводы. Вот, что касается, да, Сергей Владимирович, там они достаточно плотно работают и на научной основе, а что касается, вот, нынешней, здешней местной организации «Единая Россия» в Татарстане, не знаю. По-моему, так сказать, до сих пор там считают, что какие-то оппозиционные депутаты, если и находятся в госсовете, то они находятся из милости. Вот такой закон приняли, а будь наша воля, вообще там лишних бы не было. И таким образом можно сделать вывод, что, например, наиболее активного представителя КПРФ господина Прокофьева в следующем составе госсовета может не оказаться, да? Ну, во всяком случае, Артем вряд ли с этим бы согласился. Может быть, так сказать, он, так сказать, тут и та компания, которую он сейчас ведет, она, конечно, направлена не только на то, чтобы КПРФ максимально представить, конечно, и не только себя самого провести туда, но и чтобы КПРФ максимально представить. А может быть, это уже, так сказать, он станет, так сказать, ну, я думаю, так сказать, он улыбнется. Так далеко не будет загадываться. Улыбнется этой шутке, он уже, так сказать, себя видит монстром 60-го уровня в шутках. Понятно. Андрей Георгиевич, извините, я чуть позже к вам обращусь. То есть, если серьезно говорить, то, может быть, я просто поясню, извините, что он, может быть, просто видит уже, как сказать, определенные пути своего перехода на другой уровень, более высокий. Это заметно, между прочим. Это заметно, я согласен. Андрей Георгиевич, ваш оценок по этому поводу, что на чем, на что может повлиять или уже повлияло? Я имею в виду опыт, да, четырех регионов и Усть-Илимска. Вы знаете, ну, мне кажется, что, безусловно, власть имущие, да, вот этот опыт негативный для них отслеживают. Я думаю, что отслеживают на всех уровнях, вплоть до уровня муниципального. Пытаются принять меры. Другое дело, что, может быть, эти меры, скажем, не всем будут нравиться или импонировать, вот, в том числе и меры такого характера, что хорошо бы некоторые там социальные проблемы потушить, добавить сюда деньги и так далее. Но некоторые вещи никак не изменишь, да. Ну, допустим, как на региональном уровне изменить пенсионную реформу, да? Никак. Поэтому региональная власть просто присоединяется и заявляют, да, значит, было заявление президента республики о том, что они, значит, эту реформу вынуждены в силу ряда обстоятельств поддержать. Это один момент. Второй момент, значит, вот то, что мы на уровне общественного мнения фиксируем, да, а люди не ставят в вину местным властям, например, проведение пенсионной реформы. Люди видят, что это сделала федеральная власть, да. Вот. И если Единая Россия голосовал, это Единая Россия, которая представляет федеральную власть. И если, значит, представители власти высказались, и у них там был определенный консенс по пенсионной реформе, но это не нравится 90 или 85 процентам, да, там по-разному исследованию немножко разные цифры, но где-то 80-90 процентов, да, по негативу связанность пенсионной реформы, если брать общефедеральный уровень, да, то, соответственно, вот, скажем, эти умонастроения тоже никак не изменить, да, здесь тоже консолидация есть, определенное общество. Поэтому, вы знаете, мне кажется, что все немножко сложнее. Вот откуда взялся мусоросжигательный завод, да, вот вообще вся эта проблематика, да, надо же в контексте это смотреть. Сначала Волоколамск, и там ведь люди выступили совершенно другим. Наши дети не могут дышать, да. Свалки. Вот, свалки, да, давайте построим. Почему не строят, да, то есть совершенно противоположные требования, да. У нас говорят, давайте, пожалуйста, построим, а люди говорят, нет, не хотим. Говорят, где хотите, да, в Боровом Матюшино строите. Вот, ну, понятно, что в Боровом Матюшино никто не построит, да. Вот, значит, соответственно, вот выбирают Осинова. Конечно, место надо обсуждать, конечно, людей жалко, да. Конечно, мы с вами все будем отодышать этим воздухом, да. Извините, я вас перебью. Вот вы оба, уважаемые профессора, вы абсолютно убеждены в том, что этот МСЗ, он гарантированно отравит всех, что ли? То есть вы не верите, что существуют технологии, которые позволяют... Где у нас там президент Мениханов был в Австрии, да, на крыше мусоросжигательного завода горнолыжный спуск, да, или там лыжная трасса. Протопчик, вы же сами говорили о дяде Васе, который будет ругать. А-а-а, тогда надо винить. То есть если там будет отбор персонала, как на атомную электростанцию, это и отношение к технике безопасности, как на АЭС, то это одно. Но у нас даже, говорит, Чернобыль взрывается. Но это не у нас, это в Советском Союзе. У меня тут другое мнение немножко, да. Мне кажется, мы не технические аспекты собрались. Вот действительно коллеги Сергея Алексеевича из технологического университета есть, придут, которые способны сделать техническую экспертизу. Давайте займемся, да. Вот, да, то они, конечно, здесь более компетентны, чем мы вместе взятые все, да, выскажутся, да, и скажут, соответственно, как и что. А я говорю, например, о медийных аспектах, да. Вот смотрите, Волоколамск, потом сюда влезает господин Кудрин, в проблематику Татарстана, влезает именно на этой волне, да, МСЗ и так далее. Кудрин вошел в Татарстан, у него здесь тоже есть свои интересы, да. А Кудрин сейчас человек при должности и так далее. Поэтому есть медийный подоплек, который мы можем рассматривать, да, дискутировать о ней. Значит, вот эти вот вещи, да. К этому реальное отравление населением, значит, не имеет никакого отношения. Что касается, ну, сегодня же маловаренный завод, вот я живу в центре города, да, он работает, десятилетиями работает, я, извините, иногда эти запахи все ощущаю, очень неприятные, да, у меня дочка ощущает эти запахи. Поэтому можно дискуссию в эту плоскость перевести, но мне кажется, она техническая, и у нас нет сегодня того состава экспертов, который сможет ответить действительно грамотно на эти вопросы. Да я не вижу собой, спорят тоже, дай бог. Да, поэтому вот здесь я подчеркиваю только то, что ситуация гораздо более многогранная. И если брать электорат все-таки и выборы, от чего мы немножечко вот сейчас ушли, да, то мне представляется, что люди ведь тоже не едины. Значит, насколько я понимаю, значит, существующие власти, люди, которые вот имели 93%, они будут опираться на села, на малые города, ментальность этих людей другая. В интернет они лазают, есть и лазают, да, то исключительно по функциональной необходимости. За политическим процессом следят, вы знаете, по данным всех наших исследований, да, вот я не могу конкретные цифры пока называть, не потому что они засекречены. Вот, мы их назовем, просто у нас будут свои там экспертные заседания, вот члены экспертного совета вы являетесь, одного из советов, да, в которые вот мы входим, да, и, соответственно, я думаю, что мы это вот буквально на днях озвучим, но могу сказать вот о тенденциях, да, что две трети людей на самом деле пристально наблюдают за политическим процессом, вот по нашим исследованиям, да, то есть я бы не говорил об аплитичности или апатичности, другое дело, государство-то изменилось наше, да, и люди на уровне республики не видят политического процесса. Вот, значит, когда спрашиваем вот на фокус-группах, значит, глубинное интервью и так далее, там очень интересные есть это моменты, люди говорят, политический процесс – это вот федеральный центр, это вот политика России-Украина, ну, не буду уточнять, это своя обширная тема, да, все мы про нее знаем, достаточно телевизор включить, да, или там любой канал, или в интернет залезть, там везде будет Украина, Украина, там Россия-Украина и так далее, вот, это вот Россия там с Сирией, да, это Россия с Турцией, вот, это Россия… Теперь все Венесуэла. Да, Венесуэла, Запад там, да, наши взаимоотношения и так далее, да, то есть, смотрите, это международная политика и уровень федерального центра, да, а что на местном уровне, да, а вот, значит, была не очень хорошая реформа, они никак не могут на нее повлиять, да, значит, голосование в госсовет, это что такое, это ритуальное голосование, да, пришли, выполнили депутаты местного уровня, должны быть, должны, вот, значит, соответственно, мы за них проголосовали, а кто решение будет принимать? Может быть, горячо нелюбимые депутаты из Государственной Думы, большинство которых представляет там Единую Россию, да, ну, настоящий момент, посмотрим, может быть, как-то положение там изменится, и будет немножко другой состав депутатов, да, но выборы в Госдуму еще далеко, да, 21-й год, в 16-м году мы знаем, Единой России не было равных на этих выборах, поэтому пока вот эти люди будут решать. И вот именно этот уровень и является политическим, поэтому, собственно, мне кажется, что многие будут вот этими вот вещами руководствоваться, и, значит, соответственно, очень часто решают те люди, которые, ну, может быть, незаметны в этом политическом процессе. А Сергей Алексеевич, он преимущественно говорит о тех людях, которые недовольны, которые пользуются интернетом. Я бы назвал эти группы, да, это молодежь, значит, прежде всего студенческая, да, потому что рабочей молодежи у нас нет как таковой. Вот, она возмущается, ну, тихо возмущается, да, ну вот, и это, наверное, хорошо. Я с настройственностью смотрю как раз на студенческую молодежь. Конечно, нет, ну, это, безусловно, интеллигенция, да, это, безусловно, в широком таком понимании, да, или люди там заняты интеллектуальным трудом, да, вот, это предприниматели, да, это люди, в общем, которые, ну, там, самозанятыми мы называем, ну, тоже близки, да. Ну, вы смотрите, вы уже очень много социальных групп набрали. Много, действительно. Они даже в объемном плане могут начать доминировать. Конечно, это жители, значит, больших городов и так далее. Мегаполисы, миллионники. Вот, конечно, но даже, допустим, вот в КФУ мы же знаем, да, я иногда обсуждаю очень пристально тематику Республики Татарстан, вот, и мне студенты из группы говорят, а вы знаете, а у нас тут три представителя Республики Татарстан, а все остальные мы из других городов и так далее. То есть у нас состав студентов тоже поменялся, и он представляет всю Российскую Федерацию, плюс 7 тысяч с лишним там иностранцев, да. Вот, у нас состав студентов другой. Вот, в КНИТО, который КХТИ, КНИТО, который КАИ, там традиционный состав студентов, да, а у нас он поменялся, поэтому здесь вот надо выбирать, да, ну, понятно, да, это, но более традиционный, я вот только эту подчеркиваю, тенденцию, да. Вот, меняется? Нет, меняется, конечно, вот, поэтому, вы знаете, как, мне кажется, отдельный разговор об умонастроениях тех людей, которые, вот, групп, которые я перечислил, вот, и они, безусловно, могут создать, в общем-то, определенные оппозиционные умонастроения, голосовать за те партии, которые, вот, не были в фаворе еще до недавнего, да, прошлого, вот. А что касается людей, которые, вот, живут в малых городах республики, в сельском месте, мне кажется, что, в принципе, по-моему, Сергей Алексеевич тоже допускает эту точку зрения, да, что ничего не изменится, и в скупе с тем, что они переживут этот негатив, да, голосование может быть очень традиционным, и состав госсовета тоже может быть традиционным, хотя, конечно, изменения будут, безусловно. Как выражался один из профессоров Казанского фигурного университета, не буду называть его фамилию, если говорить об овольной демократии, я правильно вас понимаю, я к экспертам-мужчинам обращаюсь, да, в данном случае, Мария Юрьевна, оставляю в скобках, что вы считаете, если вот просто обобщить, что село, как и в прежней, как и 5 лет назад, и 10 лет назад, и 15 лет назад, определит исход голосования по выборам в госсовет Республики Петра Стан. Именно село, сельские округа. И сельские округа безоговорочно, на уровне 90-95% поддержат Единую Россию. Ну, однозначно сложно говорить. Я бы добавил сюда все-таки целый ряд малых городов. Мне кажется, население, которое настроено оппозиционно, оно характерно, если брать Татарстан, для Казани, безусловно, это город-миллионник, отчасти для набережных Челнов, и уже в очень небольших сегментах представленных в таких городах, как там Аметьевск, Лениногорск и так далее. Спасибо, спасибо, да, я так понимаю, что вы... Идиотизм деревенской жизни, о котором говорил Маркс, дает еще о себе знать. Или условия, или условия. Вот очень легко процитировать данную ситуацию Маркса, но в свое время я имел некоторое отношение к выборам, и сам избирался, и был депутатом Верховного Совета, ездил, и вот я наблюдаю сцену очень простую. В обычном таком селе или в ауле, непринципиально, приглашает хужа человека, который ему кажется не очень благонадежным, не очень лояльным, и говорит, ты крышу-то давно перекрывал, что у тебя там течет? В общем, это я найду, 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 жесть, все, ну ты это... И человек абсолютно не идиот, он прекрасно понимает, что ему говорят. Да? Ему говорят, ты иди, ты сделай как надо, а крышу мы тебя перекроем. А не сделаешь, ну вот будешь с дырявой крышей жить. Вот Скай Макс характеризовал не отдельных людей, хотя он был, конечно, резок на характеристике, а вот именно общую ситуацию такую. Потому что, так сказать, я думаю, и тот человек, перед которым стоит альтернатива перекрывать крышу или не перекрывать, он эту ситуацию в сердцах назовет идиотизмом. Но только в сердцах. Но здесь надо заметить, просто сделать маленькую ремарку, это ведь не ситуация Татарстана, да? Маркс говорил не о Татарстане, и даже не о России, что интересно, да? То есть это вот, ну да, такой уклад, такой уклад жизни, такие условия жизни. Возвращаясь к теме, которые, да, вот я абсолютно согласен, и сам об этом думал, что есть две темы, которые 100% должны бы оппозиционеры подцепить, подхватить и развивать во всю мощь. Строительство МСЗ, совершенно справедливое, с вашей точки зрения, Андрей Георгиевич, замечание, что сначала кричали, куда нам деваться от свалок, построите завод, чтобы это перерабатывать. Теперь, когда завод собирается строить, говорит, вы что строите, мы все... Одновременно, да? В одном регионе так, а за 700 километров по-другому совершенно. Мы тут все умрем. Но МСЗ и шире, да, мусорная тема, это ведь тоже тема не только Татарстана. В федеральных СМИ, в традиционных федеральных СМИ, к сожалению, такое ощущение, что есть эмбарго на публикации из Архангельской области, в частности. Но вы упомянули подмосковные прошлогодние, там, так называемые, мусорные бунты, они не переросли ни во что серьезное, но тем не менее, это, конечно, очень такая болезненная точка. С вашей точки зрения, вот тема-то есть, но политика, есть политика, и нужны, как бы сказать, две вещи. Одну вы уже, Андрей Георгиевич, вскользь затронули, что на самом деле это проблема присутствия в медийном пространстве, медийного воздействия. Вторая составляющая, это наличие лидера, обладающего и харизмой, и достаточным, что ли, умом, системным мышлением, чтобы эту тему правильно разложить, преподнести, препарировать и таким образом мобилизовать на определенные действия, в данном случае на голосование, приличного количества людей. Начнем, давайте, вот, все-таки с лидеров. Потом я, специальный вопрос для вас у меня, да, Мария Юрьевна, давно уже зреет, я прямо вот себя сдерживаю из последних сил. Мы поговорим, давайте, все-таки, о том, кто этих лидеров формирует, и настроение, о значении медиасферы, медийной сферы, вот то, что затронул сейчас Андрей Георгиевич. Так вот, к вопросу о лидерах. С вашей точки зрения, уважаемые политологи, вы видите реальных лидеров сейчас здесь в Татарстане, лидеров в политическом смысле, которые могли бы, вот, как принято говорить, повести за собой? Имеется в виду оппозиционные лидеры, да? Не обязательно, не обязательно. Я, кстати, сказать, вот, при всем моем уважении, скажем, к Фариду Харьковичу Мухаммедшину, ну, не могу считать его лидером в данном случае партии «Единая Россия». Он выполняет свои функции без сменного председателя госсовета, да, ну, по-видимому, все-таки смена грядет уже, но не более того. Хотя говорит он красиво, округло, правильно, много. Это немножко не то, с моей точки зрения. А кто? Ну, вы знаете, наверное, святое место пусто не бывает. Это-то да. Сейчас просто период такой, ну, Пароли, явки, имена, как любит говорить наш президент. Относительно уже, да, спокойствие и стабильности, он, наверное, каких-то новых лидеров не рождает, да? Через некоторое время мы можем увидеть, что ситуация изменится, и появятся эти лидеры, да? Ну, как они появляются в перестройку, там, да, вот, допустим, откуда взялся Немцов, да? Появился, да? Из Сочи. Да, во многом сам себя сделал. Ну, там у него и Нижегородское было прошлое, там много, да, всяких моментов. Но я к тому, что человек вот вошел в эту политическую обойму. Другое дело, значит, как закончилась там его жизнь и так далее, да? Но, к сожалению, для него, наверное, эта судьба была достаточно трагичная. Вот. Но я к тому, что могут появиться и лидеры, наверное, такие оппозиционные, могут быть и лидеры появиться... В контексте с упоминанием Немцова ваше следующее, если вы сейчас назовете фамилию, будет звучать зловеще довольно. Ну, нет, я здесь параллель не провожу. Я как раз говорю, что немножко период другой. И поэтому, ну, вот, значит, допустим, господин Сидякин, да, которого мы отдали соседнюю Башкирию, да, мне кажется, он единороссом был очень сильно помог, потому что это единственный человек, как вы помните, готовый драться, например, там с яблочниками, да, вот, за то, что он не согласен. Вот, мне кажется, партия власти в этом плане это потеряла. И маленький нюанс. И Сидякин не татарстанит. Понятно. То есть мы его никуда не отдавали. Он к нам по нашим спискам пришел. Откуда? Из Ульяновской области? Он же ведь ульяновский парень. Понятно. И ушел в Башкирию. Но он боролся за нас, да. Ну, знаете как, так можно и Василия Николаевича Лихачева сделать не нашим человеком. Нижегородец, однозначно. Потому что он Нижегородец, да, и не родился в городе Казани. Ну, Василий Николаевич, по крайней мере, царство ему небесное, сегодня с ним простились. По крайней мере, он со студенческих времен здесь, в Казани. Ну, что нет, Сидякин-то, ну, пришел готовым политикам, ушел готовым политикам. Понимаете, какая вещь, да, ну, при отсутствии, да, людей вот таких вот, мне кажется, надо хвататься в том числе и за Сидякина. Что касается того, если можно, я еще одного человека все-таки скажу, да, про Артема Прокофьевна. Мне кажется, вот неправильные эти оценки, потому что на самом деле, ведь он помощник господина Мельникова, КПРФ, да, один из людей, который возглавляет, да, там не только Зюганов есть, там есть и другие совершенно люди, да, и Мельников один из самых известных, и поэтому то, что Артем сейчас поднимается с республиканского на федеральный уровень, да, я бы не сказал, что это сверхзадача, он уже там есть, да, присутствует. Вот, и, соответственно, может, другое дело, понимаете, Артем Прокофьев здесь заметная фигура, да, и хотя бы определенные слои, вот, этого человека почитают, отсматривают его новые клипы, да, вот, значит, я вчера двоим-троим показывал, да, это коллегам, они говорят, ну-ка, дайте посмотреть, это в виде депутатов. Люди были совершенно далеки от политики, вообще не интересуются политическим. Вы такой мини-фокус-группу устроили, да? Вот, ну, мне просто было это интересно, как люди на это отреагируют, и так говорят, о, говорит, где-то это мы видели, вот, а провести параллели с украинской ситуацией и так далее уже, ну, не все так мыслят, да, вот, в медийной, в политической сфере, поэтому вот мы здесь сегодня это обговариваем, это, наверное, достаточно интересно. В порядке реплики неделю назад вдруг прилетает мне сообщение, надо Ваню Органтову выпустить на выборы в Санкт-Петербург, и где будет Беглов. Это к вопросу о параллелях между Зеленским, там, Украиной и так далее. Ну, да. Времена комиков? Ну, да, поэтому, понимаете, ну, вот, что, кого имеем и что имеем, то, вот, собственно, ситуация-то и объясняется. Мне кажется, более ярких политиков на сегодняшний момент мы не получим, нам бы действительно вот этих не упустить. Сидякина упустили, вот, если еще Артем Прокофьев будет какой-то другой регион окучивать, да, или работать в федеральном центре одним из тысячи политических менеджеров, которые там есть, да, в Москве, вот, мне кажется, что республиканский политический процесс потеряет. Ну, и посмотрите, там же явно, да, значит, а кто хотя бы на таком же уровне работает на, вот, уровне вот этих социальных сетей? Да ведь никто, кроме Артема, никого не видно, да, возьмите любой другой, мы вот на двух партиях сегодня зациклили. Ну, да, да. Ну, вот они осуществляют у нас политический процесс, да, вот, там, ЛДПР, там, я не знаю, яблоко, там, да, еще кто-то, вот, нету. На местном уровне таких людей нету, и поэтому, соответственно, вот, Артема и обсуждают. Другое дело, там. Сергей Алексеевич, очень коротко, может быть, вы кого-то видите? Ну, нет, я в данном случае хочу развить мысль Андрея Георгиевича и согласиться с ним. Дело в том, что лидеров рождает ситуация. Вот была у нас, так сказать, перестройка, была гласность, так сказать, ну, казалось бы, вообще выжженное поле было там при Андропове, при Черненко. И откуда-то взялись замечательные, интересные люди, разного совершенно возраста, и молодые, там, шестидесятники и так далее. То есть, если такой, а если такой ситуации не будет, то, так сказать, лидеры и не проявятся? Интересная вещь, да, вопрос почти философский. Вот смотрите, получается, что, это, конечно, спор о яйце и курице, да, в каком-то смысле, но, тем не менее, ситуацию формируют. То есть, пассионарные представители общества или пассионарии рождаются в результате того, что бог из машины, как говорили древние греки, да, про свои спектакли, там, Дексит Машина, спускается, и вот благодаря этому божественному вмешательству, которое создает ситуацию, появляются лидеры. Как? Кто? Здесь обратная связь. То есть, но, прежде всего, нужно, так сказать, какие-то минимальные, начальные условия для того, чтобы этому появляющемуся лидеру, грубо говоря, не дали по башке. То есть, он все равно, так сказать, свое будет получать, но будет расти, 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 формировать ситуацию, которая будет формировать новых лидеров, и это, как, так сказать, воронка будет, вернее, как обратная воронка будет раскручиваться и оказывать все большее и большее влияние на ситуацию, на социальную ситуацию, на общество в целом и так далее. Да, я как раз хотел к вам обратиться, потому что вот эта ситуация, кто что формирует, лидеры формируют, среду, среда формирует лидеров, что первично, существует ли вот этот эффект обратной воронки. Андрей Георгиевич уже тоже об этом упоминал, вот он, Андрей Георгиевич, такой человек, он обо всем уже упомянул, о чем нужно. Да. Да, поэтому я могу только ссылаться. Упоминал, что вопрос-то медийный, на самом деле, да, заметил Водор Андрей Георгиевич. С вашей точки зрения, я знаю, что вы занимались специально этими исследованиями, поделитесь, пожалуйста, с нами, с телезрителями, какова роль вообще вот современных медийных ресурсов, я включаю в них традиционные СМИ и благосферу, социальные сети, на формирование умонастроений. Это ведущая сила или все-таки это сила, которая ведома некой группой кукловодов, задающей тональность и контент массе вот этих вот блогеров, многих из которых я называю блохерами от слова «блоха». Понимаете? Да? Ну, тут хочется сказать, что да, действительно, мы проводили исследования, фокус-группы и количественные исследования, насколько существует активность поведенческая в социальных сетях и реальная активность. То есть, соответственно, тут стоит разделять два момента. Есть оффлайн-практики, есть онлайн-практики. И человек иногда очень активен в социальных сетях, он обсуждает политику, он действительно интересуется тем, что происходит за пределами его кухни, но он никогда не пойдет и не сделает шаг для того, чтобы что-то изменить в реальной жизни. То есть вот эти практики, они абсолютно разные, то есть как будто человек раздваивается, получается. И это, в общем-то, на сегодняшний день естественная ситуация. То есть у нас есть такая кухонная психология, то есть у нас как будто социальные сети, ВКонтакте, Фейсбуке – это отчасти развлечение, то есть это не является нашей профессиональной жизнью. А когда мы выходим на улицу, у нас уже есть определенные ритуалы, механизмы, в которых мы постоянно участвуем. И Андрей Георгиевич тут как раз очень правильно упомянул. То есть у нас есть наши повседневные практики, наша работа, семья и так далее. Это отдельная жизнь. Есть как будто бы какая-то подготовка к выборам. Мы в ней пока как избиратели не очень активно участвуем, и от нас это очень далеко. Есть ритуал прихождения на выборы, и все вот эти три процесса, они не всегда взаимосвязаны. То есть, соответственно, вот мы можем сейчас рассуждать, пойдут, не пойдут, за кого проголосуют, что они будут делать. А человек с утра проснется, там... Как Вознесенский писал, да? Да, и он делает... Не забудьте про часы. И он пойдет и проголосует. И вот у нас было очень интересное исследование в начале 2000-х, чем человек руководствуется, когда он делает выбор. То есть, на самом деле, тут есть две составляющие. Это рациональное и иррациональное. И когда мы выбираем какого-то депутата, мы приходим и оцениваем его внешность, его манеру общаться. Не его политические взгляды, не его политические предпочтения, не то, что он реально сделал в этой жизни. Это эффект Зеленского. Это просто, да, то есть он красиво выглядит, он... Обаятельный. И вот этот вот эффект, он накапливается перед выборами, и в результате он как бы и выстреливает. И такой момент, он тоже присутствует. Я как раз вот хочу как раз подчеркнуть иррациональность выбора во время непосредственно самих выборов. Это очень интересно. Смотрите, вы сказали, что вот, да, да, есть условно, да не условно, безусловно, разделение, да, личности происходит. Вот моя реальная жизнь, и вот я сижу, начинаю колотеть по клаве в социальных сетях. Я бы дополнил, если вы не будете возражать, наверное, не только все-таки развлекаются, но это ведь еще и такой свисток в паровой машине. Стравливают люди через социальные сети накопившееся раздражение, недовольство, свои фрустрации, да. Это же тоже присутствие. Безусловно. И вот в этом контексте я как раз хотел спросить, вот, ну, давайте вещи совсем уж грубыми своими именами назовем. Принят недавно закон о так называемом уважении к власти, да, или о фейковых новостях, там все намешано, конечно, в одну кучу, дело не в этом. Ну, наверное, это плохо, да, ну, наверное, плохо затыкать рты, открывать властью возможность там дополнительных каких-то репрессалей, ограничений свободы слова и так далее. Но я просто, вот я присутствую в двух там социальных сетях, в ВКонтакте у меня есть аккаунт, но я там ничего не делаю. И я наблюдаю, слушайте, это видно просто невооруженным глазом, на порядок уменьшилось количество мата в адрес органов госвласти, в адрес конкретных государственных мужей и политиков. И меня, как одного из потребителей социальных сетей, это обстоятельство, между прочим, радует, потому что, ну, 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 ребята, ну что вы сидите там у себя в клетушке и там, ну, давайте соберитесь на площадь, скажите то же самое. Вы же не пойдете, вы же там не будете материться. Юрий Прокопчик, никто не пойдет. Существует пять типов. Расскажите нам о них, мы должны знать этих типов, мы должны вывести их на чистую воду, тем более у нас камеры включены все. Ну, я, наверное, тоже несколько уклонюсь от совсем обширного, как бы, рассказывания, потому что впереди будет совет еще там, где мы озвучим эти исследования. Ну, вообще есть, как бы, пять типологий граждан, как себя ведут в социальных сетях и как они ведут себя в реальной жизни. Активистов их очень мало, то есть те, кто провоцируют, те, кто штормит в социальных сетях, и у тех, у кого жизнь онлайн и оффлайн, они абсолютно одинаковые. То есть они действительно сказали, приходите на выборы, приходите на митинг, мы там обсудим МСЗ, проблемы и так далее, и они самые первые придут и все обсудят. Ну, я думаю, где-то их порядка, ну, допустим, где-то 10-15%. Есть люди, которые активно обсуждают, но у них уже оффлайн и онлайн жизнь, они абсолютно разные. То есть, да, они активно включаются в обсуждения, они постят картинки и на форумах участвуют, но ни в коем случае их на митинге мы не увидим. И, соответственно, по ниспадающей, то есть вот это количество и активность уменьшается. То есть я опять-таки подчеркиваю... Которых активистов, извините, что перебиваю, сколько по вашей ацепте? Первых и сказали 10-15%. Да, ну, я думаю, что тоже где-то их порядка 15%, потому что все остальные 60% вот у меня такой образ появился. Вот раньше в танчики играли, а сейчас придут ВКонтакте, посидят, там МСЗ пообсуждали, энергию выплеснули, у них все хорошо, пару танчиков убили, можно сказать. Потом они котиками шлифанули, и все в порядке. Прекрасно, хорошая концовка. Но я опять все-таки возвращаюсь, извини себя за занудство. Вы сейчас описываете, вот спасибо за эту классификацию, правда я три только увидел из пяти типов, двоих вы все-таки оставили в тени по каким-то соображениям. Но я не буду заниматься вымогательством. Но я хочу вернуться все-таки. Вы описываете вот ситуацию активистов, которые могут призвать на митинг и сами пойти на митинг. И пассивных активистов, которые призвать могут куда угодно, но сами никуда не пойдут. Это одна сторона вопроса. Я-то имел в виду не только это, но вот эти вот публикации, да, тональность определенная. Ну мы видим, как развивается компания, скажем, вокруг МСЗ, да, опять же она говорит, я все время на нее сегодня ссылаешься, что за день такой. Авторитетный. Кудрин там каким-то образом вписался в наше медийное пространство именно на этой теме. Это требует отдельного осмысления, конечно. Вот насколько социальные сети с вашей точки зрения или по наблюдениям ваших коллег, ученых и вашим наблюдениям могут формировать политические предпочтения. Вот о чем идет речь. Да? То есть в результате массированной обработки, я сейчас воспользуюсь, уважаемые студенты, я учился в Советском Союзе, как легко догадаться по моей шевелюре. Так вот, использовались такие чеканные литые формулировки. Да, воспользовавшись массированной атакой там-тан-тан-тан на таком-то пространстве, такие-то имя реки добились того, что часть несознательного населения нашего великого пошла не туда. Мы должны это пресечь и так далее. Воздействует или не воздействует? Вот на это вот оказывают социальные сети, компании в СМИ формирование на политические предпочтения и потенции на поступки. Вот на тот же самый, за кого ты бросишь галлютень в урну. Да, воздействует, чтобы это кратко. Чтобы я отстал, да? Да, нет, чтобы было понятно мнение. Насколько? Да, насколько. Опять-таки, по результатам исследований, высокий уровень недоверия как СМИ, так и социальным сетям. Вот. То есть он примерно одинаковый уровень недоверия. То есть у человека, по сути, есть выбор. Он СМИ читает также через электронные ресурсы. Да, да. То есть, ну как, что пользуется спросом, это можно посмотреть рейтинги, это агрегаторы Яндекс, Майл, то есть есть и популярные СМИ. Но дело в том, что сегодня новость, она появляется одновременно, как в социальных сетях, так и в СМИ. То есть это происходит практически одновременно. И у человека всегда есть выбор, то есть что читать. Если раньше, вот вы говорили, в Советском Союзе, там был несколько такой момент, вот мы всех в аудиторию пригласили, пока передача не закончится. То есть никто отсюда выйти не сможет. Ну, по сути, делаю, это же так, все сидят. А то, что касается социальных сетей, то есть если мы пришли и почитали новость, и почувствовали, что автор этой новости с нами нечестен, то есть мы просто ее прориснули, забыли и пошли дальше. Ну да, то, что в Дзене называется коэффициент дочитывания, он становится минимальным. Он становится минимальным. И тут очень важно, да, влияют, но кто влияет? То есть получается, это не просто лозунги, это не просто призывы, приходите на выборы. Не будут читать эти новости. Они должны быть искренние и доверительные. То есть речь идет о формате подачи, об уровне доверия конкретному персонажу, который что-то говорит. То есть в социальных сетях у вас кто подписан? Скорее всего, друзья. То есть опять-таки по нашим исследованиям у активистов, у них и друзья, с которыми не общаются в реальной жизни, и просто они сами подписываются уже к каким-то другим агентам, чтобы расширить круг подписчиков. У обычного обывателя, если вы посмотрите, кто у вас в контакте, скорее всего, это люди, с которыми вы общаетесь в реальной жизни. Ваше исследование затрагивало конкретные вот с названиями, с датами регистрации СМИ и блогеров, например, Татарстана. Я не хочу, чтобы вы сейчас персонально здесь называли, коллеги, кто-то здесь есть, по-моему, представители СМИ, они потом могут отдельно задать какие-то вопросы по этому поводу. Но, тем не менее, просто для того, чтобы уточнить, анализировались конкретные наши местные медийные ресурсы? Да. То есть это не просто какая-то обобщающая абстрактная картинка? Нет, конечно. Но вы могли бы, допустим, под мое честное слово, что я больше никому не скажу, ну или под чье-то еще честное слово, рассказать, что, например, уровень популярности такого-то издания, судя по рейтингам, там, Яндекс.Метрики, Гугл.Метрики такой, а уровень влияния немножко другой. Это ведь разные вещи, да? Да, но сейчас же есть специальные программки, которые это отслеживают. Так что я думаю, что вы у меня спросите и сами посмотрите. Вот я и сопоставлю потом. Возвращаясь к практикам Советского Союза, старшие мудрые товарищи, когда я был студентом, меня учили, говорят, ты должен правильно читать советские газеты. В отличие от профессора Преображенский, который вообще советовал не читать их до обеда, чтобы не испортить желудок. Мои наставники, скажем так, говорили, ты должен сделать следующее. Ты должен прочитать известие новость, прочитать ее в правде, посмотреть на всякий случай в литературке, а вечером включить утюг и послушать голос Америки. Вот когда ты сопоставишь эти четыре источника и включишь мозги, ты поймешь, где объективность, где объективная реальность. А где вот эти бантики, которые призваны исказить наше восприятие действительности и, соответственно, увести нас с пути истинного, выражаясь уже церковным языком. У меня, наверное, два заключительных вопроса ко всем подряд, если можно коротенько, будем уже резюмировать. Ну, мы знаем, что единороссы, чтобы о них не говорили, по крайней мере, они начинают или уже, ну, последовательно, они функционально правильно теперь себя ведут. Они вот уже, по-моему, вторые выборы готовят праймерис, уже начали их, да? Я правильно понимаю, что больше никто этим не занимается вообще. Ну, с другой стороны, вы же говорили, что тут и нет-то никого, собственно говоря. ЛДПРовцы когда-то были представлены, у «Справедливой России» с Бигельдеевой там проблемы на грани, да, уголовных и уголовно-процессуальных кодексов не до этого. Получается, что как мы не крутим, а все равно, ну, вот реально трепыхается, притом даже, что административный ресурс никто не сбрасывает со счетов, но они хотя бы из своих рядов пытаются определить наиболее боеспособных и перспективных, да? А таких, кто мог бы, как уже появился ролик, да, в сети, кто мог бы там Артему Прокофьеву возразить, обозвать его там, ну, правда, в пределах приличия, но тем не менее. Конкурент. Вопрос, с чем связан? Первый. Насколько вообще, с вашей точки зрения, уважаемые эксперты, вот, велик запрос на перемены в нашей республике? Если можно, коротко. Андрей Георгиевич, теперь давайте с вас. Давайте, ну, вы знаете, большой, наверное, сложный вопрос, да. Да, на мой взгляд, пока очевидно, что у ряда социальных групп есть потребность к определенным изменениям, действительно, они-то будут проецировать, в том числе и на власть, вот, только я еще раз повторю свою точку зрения, мне кажется, сегодня федеральная повестка дня, да, она стоит на первом плане, с точки зрения политики, именно, да, с точки зрения, там, социокультурных дел, я не знаю, там, проблемы языка, например, там, развитие какой-то, там, культуры, да. Стратегии развития татарского народа. Да, 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 это все вещи, которые могут решаться в регионах, решаться хорошо, и не всегда, в общем-то, нужно это вмешательство, наверное, федерального центра и так далее. Вот, это мне представляется немножко другое. А вот, что касается политики, в этом плане, то здесь, наверное, вот все эти свои чаяния и ожидания люди могут адресовать просто тому же федеральному центру, прежде всего, Москве, вот, ну, затрагивалась вот администрация, там, Кириенко, да, администрация Кириенко, хотя, я думаю, что среднестатистический обыватель так не думает, вот, и у него, ну, нету, да, вот этого знакомства, там, с фамилиями, да, что человек, представляет, занимает вот такую-то должность, у него такие-то функциональные обязанности, это удел, скорее, вот экспертов, там, политологов, журналистов, социологов и так далее. Вот, а здесь, наверное, вот, что есть правящий истеблишмент, надо ему предъявлять определенное это. Я вот не уверен, что адресом будут именно региональные власти. Мне представляется, что очень часто будут власти федеральные. Понятно, спасибо, Владимир Владимирович. Мария Юрьевна, ваша точка зрения на... Мне кажется, человек, существо, очень противоречивое. С одной стороны, конечно, всегда очень хочется каких-то позитивных изменений, а с другой стороны, ну, вот, стороны есть страх, и хочется стабильности. То есть, и вот эти два борются, и, соответственно, что в результате победит на выборах, я не знаю. Как на фондовом рынке, да, игроками правят две силы – страх и жадность. Когда доминирует страх, мы против перемен, мы уходим в агрессивные, вернее, в пассивные, сберегающие технологии. С вашей точки зрения, Сергей Алексеевич? Да, верно. Люди хотят изменений, и одновременно, ну, кроме тех, кто, вот, может быть, является высшим кругом региональной элиты, и одновременно боятся их. Поэтому изменения, они придут тогда, когда, так сказать, человека, индивида, а, может быть, все общество, как в конце 80-х годов, возьмут за шкирку и бросят в воду. Что, так сказать, хочешь ты изменений или нет, давай, учись плавать или тони. Вот на этой ноте, конечно, можно было бы закончить наше сегодняшнее общение. Вы можете уже поаплодировать, потому что больше таких глобальных вопросов не будет. Но я хотел бы снизить, вы уж меня извините, уважаемые эксперты, и вы, уважаемые телезрители. Вот мы, ну, много чего обсудили. Спасибо вам большое за ваши высказывания, за такие глубокие оценки. Но я, когда готовился вот к этой программе, думал о вопросах, о том, что вы мне можете сказать, мне и аудитория, чего не можете сказать по понятным причинам. И все вроде бы посмотрел схему, да, как это все может выстроиться. И где-то там в глухой ночи вдруг у меня возник вопрос к самому себе. И он такой, что я не могу его не переадресовать вам, уважаемые эксперты, вам, дорогие политологи будущие, и вам, уважаемые телезрители. А мы обсуждали выборы в одно из законодательных собраний одного из субъектов Российской Федерации. Конкретно, чего ждать от выборов, грядущих от 8 сентября в Госсовет Республики Татарстан. Но позволительно ли спросить, а что, собственно говоря, может законодательное собрание субъекта Российской Федерации, в том числе и Госсовет Республики Татарстан, сделать в существующей системе законодательства, которое, в общем-то, с моей точки зрения, является законодательством не столько федеративного, сколько унитарного государства. Не только с моей точки зрения. Вижу ваш скептический наклон головы. Да, прошу. Знаете, может быть я начну немножко отклонившись от прямого вопроса. У одной из партий, оппозиционных партий, был такой флешмоб. Флешмоб вставал, так сказать, один из активистов и говорил, а что я могу сделать один? Потом к нему поднимался другой. А что я могу сделать один? А что я могу сделать один? И каждый повторял одно и то же. Целая толпа ходила по подиуму там или по площадке. А что я могу сделать один? Ну, понятно, это был флешмоб. И точно так же, в общем-то, можно сказать и, так сказать, про региональную и про федеральную политику. Конечно, у региональных законодательных собраний субъектов федерации полномочия ограничены. Ну, собственно говоря, если бы они не были ограничены, даже у суверенного государства, если оно входит в Евросоюз или в какие-то другие международные объединения, они все равно ограничены. Но, тем не менее, как бы мы ни характеризовали режим, который существует в современной России, как, допустим, управляемую демократию, авторитаризм или, может быть, гибридный режим, Поэтому, надо сказать, что федеральные власти вообще очень чутко прислушиваются к определенным сигналам, которые исходят, скажем так, из провинции в том числе, от оппозиции и так далее, и стремятся на это реагировать. По-своему, не всегда так, как хотелось бы тем, может быть, которых эти сигналы исходят, но, тем не менее, такая форма обратной связи, не совсем демократической, существует. И поэтому какие-то, скажем, поступки или, скажем, больше демарши политических институтов, субъектов федерации, они могут сыграть, так сказать, свою роль, безусловно. Понятно, спасибо. Дополните? Я, наверное, только с философской точки зрения могу дополнить, что человеческие возможности безграничны, но так как есть определенные условия, я думаю, вот эти условия как раз пусть политологи в первую очередь обсуждают и говорят, кто может, кто может, кто не может. Изящно, изящно вы укладились, да. Если можно, я тоже тогда скажу, значит, есть брать уже вот то, о чем говорил Сергей Алексеевич, это политические системы, политические режимы, то, чтобы вглубь не уходить, потому что там очень много всяких пунктов, которые определяют демократичность режима. Вот, собственно, такая большая перераспределенность властных полномочий в сторону, да, законодательного собрания, она говорит о демократичности. Ну, пусть данной территории, вот, республики Татарстан. И в этом плане, если такая эволюция будет идти, ну, наверное, ее можно будет только поддерживать. Вот, хотя, значит, мы лишь элемент, да, вот этой общей большой системы, которую мы называем Российской Федерацией. И, безусловно, изменения в одном отдельно взятом субъекте не могут происходить, если они не происходят в целом в Российской Федерации. Поэтому все взаимосвязано. Да, большое спасибо. Ну, давайте на этом я поставлю, наверное, точку, обратившись опять-таки вот к словам Сергея Алексеевича, вкупе с тем, что сказал Андрей Георгиевич. То есть, вы сказали, что на самом деле существует обратная связь, неважно, в какой, что она не во вполне демократической форме, может быть, не в рамках традиционной демократии, как обратная связь понимается. Проголосовал, тот же получил сигнал. Но она, тем не менее, существует. Андрей Георгиевич заметил, что все взаимосвязано. Вы привели пример с кучей одиночек, которые вставали, и каждый считал себя одиночкой, хотя их была уже целая толпа. Из этого можно было бы сделать вывод, что вы намекаете на то, что в законодательном собрании субъектов федерации надо почаще друг с другом, между собой контактировать и вырабатывать по некоторым вопросам солидарные позиции. Для того, чтобы обратная связь просматривалась, или сигнал этот был более ясным, более отчетливым, и, может быть, даже более громким, надоедливым. И второй вывод, который я для себя делаю из ваших высказываний, вот этих вот, сейчас завершающих, да, ответ на завершающий вопрос, что при всей законодательной ограниченности возможности Госсовета Татарстана и законодательных собраний других субъектов федерации, все-таки никто не лишал эти законодательные собрания права законодательной инициативы. Постановки вопроса перед федеральным парламентом, перед правительством, инициирование каких-то законопроектов. Мы знаем, что такие вещи делаются, но, может быть, применительно к нашему Госсовету недостаточно активно, недостаточно плодотворно. И, таким образом, мы невольно приходим к выводу, что вот те выборы, которые должны состояться 8 сентября 2019 года, выборы в Госсовет Татарстана, имеют на самом деле гораздо большее значение, чем может показаться. А, ничего не изменится, ничего не изменится. Уровень законодательных инициатив, их качества, законодательных инициатив нашего Госсовета, направленных на федеральный уровень, уровень взаимодействия с коллегами из законодательных собраний других субъектов Российской Федерации, но очевидно же, что он прямо зависит от качественного состава нашего Госсовета. Еще раз, в этом контексте выборы приобретают вполне себе конкретное, практическое, сущностное значение. Очень хорошо, что мы добрались до этого финала. Я еще раз просто хочу от всей души поблагодарить вас, уважаемые господа профессора, за ваши высказывания, за то, что вы помогли, по крайней мере, мне. Я надеюсь, что нашим телезрителям и вашим студентам, и вашим будущим звездам политологической сцены кое-что понять лучше, кое-что для себя прояснить. Спасибо большое, спасибо вам, уважаемые телезрители. Вы смотрели очередной выпуск телевизионного дискуссионного клуба Казанского Федерального Университета. Я ведущий этих программ, Юрий Алаев. Спасибо вам огромное за внимание, до новых встреч. Спасибо вам.